Разрешена расстановка одиночным игрокам и наличие слотов узнаем у командиров отделений. Внимание игроков, старт на брифинг. Брифинг 10 минут. Все готовы? Да. Замечательно. Так, мы за красных. Первая миссия закончилась победой атаки, вторая миссия поставлена. Прошу КСов занять свои места и отписаться. Вот это я вовремя. Разрешена расстановка для отрядных игроков. Нигде, блять, у них пятнистая, у нас ёбаная зелёная. У них светлая пятнистая и тёмная такая тёмная зелёная. Мехводы выдаёшь не могут? Что? Если воюют армии схожие сами по себе, например, в ЧДКЗ и ВСРФ, мехвод у них есть. Но одной стороны выбили технику, а не смогли захватить дровую. Давай как бы не будем усложнять варианты того, что есть. Захват техники, использование мехводы, управлять техникой могут? Всё. Всё. Захват техники врага СПН? Просто в текущих реалиях и при текущем онлайне захваты техники и перехваты банально даже командирами очень сильно влияют на игру. Согласен. Влияют, влияют техника здесь влияет, потому что её излишнее количество. Поэтому будем ограничивать вот такими методами, это адекватно. Давать добро всем её возить абсолютно нет. Тогда может ещё определиться по количеству приданной техники? Мы уже об этом говорили, начали говорить, будем говорить дальше. Ну, конкретно нужно поставить. Давайте по очереди. Третий вопрос. Я рекомендую, в принципе, картоделам задумываться о том, чтобы не давать ни одной стороне возможность захватывать технику противника. Не надо из всей стороны делать тимбы Рэмбо обученных. Считайте, что у вас с одной стороны резервисты, с другой стороны призывники, которым дали курс молодого бойца в течение двух месяцев. Садили на мотолыгу, показали, какие рычаги дёргать, включая по башке командиром машин, и всё. И больше он ничего не умеет. Надо как-то повышать не то чтобы качество, а востребованность именно игроками хода. Ну, то есть вот это вот предложение, в котором ты сказал, что в правилах написано будет, что командир сможет управлять только приписанной техникой, то есть к отделению. Он не может управлять танком? Либо приданной, да. Либо техникой приданного образца. Допустим, командир мотострелкового взвода может управлять БМП или БМД. Ну, приданного образца звучит классно. Когда это сможет проявиться в правилах? Хоть сегодня, хоть завтра, без проблем вообще. Главное, чтобы кто-то это зафиксировал, что мы сейчас наговорим. Потому что у меня тут язык подвешен, но мне ещё запомнить надо, что я сказал. Давайте продолжить. Ну, то есть то, что все управлять этой техникой не могут, это правильно. Ну, то есть не может быть такого, чтобы любой боец на стороне мог управлять любой техникой. То, что... Ты уже объяснил, да, Фаня, что не надо из всех делать Рэмбо супер обученных, как бы ветеранов, которые прошли по 8 горячих точках. У вас призывники и резервисты. Ну, экипажники могут управлять техникой, плюс техникой могут управлять командиры отделений, приписанной техникой, и плюс по возможности СПНы могут управлять техникой. То есть у нас есть три вида юнитов, которые могут управлять техникой. Это одобренные, максимально одобренные. Остальное на откуп картодел, он может отключать любую из этих функций. Но не добавлять никого ещё? Нет, добавлять нельзя. То есть, если он захочет, чтобы СПН не мог управлять, он... Да, 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 он может сделать так, что СПН не может. И это будет адекватно. Он может сделать так, что нельзя захватывать технику противника, нельзя садиться в свою технику и так далее. СПН не может управлять приданным вертолётом. А то выбьют стрелков, СПН сядет на вертолёт и начнёт нагибать. Тоже не вариант. Это было уже, кстати. Всякое бывает, я понимаю. Ну, то есть, с этим моментом все согласны. Олег записал? Да, обязательно указывайте в условностях, что кто может делать, кто не может. Да, лучше все такие ограничения в условностях строчкой указывать. Эти могут, эти могут, эти не могут. Или бы писать какую-нибудь фигню, что-то стояло где-нибудь. Ладно, по этому вопросу мы заканчиваем? Да. Ну, ты понял, мне отменить это, что решили в целом? Да. Можешь слушать. Поводу этого кодами. То, что я не понимал. То, что они говорят так. И так давайте придём к какому-то одному знаменателю. Так, туда придём к одному из таких тоже важных вопросов. Количество спецслотов, спецтехники на сторону, в общем, на миссию. Ну, это обсуждается уже сколько? Восемь лет. Безостановочно. Пациентное соотношение здесь давать нельзя. К хорошему. Должен как бы всё равно. Работать здравый смысл. Да. Работать здравый смысл. Работать здравый смысл. Но здравый смысл должен быть облегчёнки какие-то цифры. Что вы нас давайте определимся сначала с понятием спецтехники. Спецтехника это машина, которая находится в отдельном отделении. Правильно? Не придана какой-либо соответственно. Как вертолёт, самолёт. Или спецтехника имеет боевую мощность. Сейчас у нас, допустим, появились БТР 80 и 82. Понимаешь, это 30 миллиметров. Это не спецтехника, это мощность отделения. То есть у нас есть разная мощность отделения и есть спецтехника с разной мощностью. То есть это нужно разделять. Спецтехника отдельно. Отделение отдельно, только они есть разной мощности. Они могут быть на КамАЗе, они могут быть на БТРе, они могут быть на БМП. Смотрите, у нас сейчас сторона в среднем от 40 до 60 человек. Ну реально занимаемся, да? Сосиление. Ну да, да. Вот плюс усиление, не полный звёт. Вот вопрос по поводу усиления. Сколько можно танков, например, давать, вертолётов? Ну давайте с другой стороны посмотреть, смотреть не как со структур. Посмотрите с точки зрения игроков. У тебя, я говорю, 50 человек на сторону пришло. Сколько ты готов отдать в экипаже? Сторог? До десяти человек. До десяти человек. До десяти. Всё правильно. Именно поэтому 10 человек, это извините. Два танка, 6 минус, да? И ещё 4 слота, это что? Миномёр Шишига. Ну не Шишига, Шилка. А управление БМП, которое в отделении, это не считается? Вот. Если БМП, то это как бы спецтехникой считается или как? Поэтому я как бы... Мы не говорим не сказать. Потому что они всё равно экипажники. Я считал миссии недавно, которые прошли, там было... Хорошо. А кто считается экипажниками? Давай посчитаем. Хороший вариант, хороший вариант, не более 20% личного состава, здесь как бы 10 человек из 50, да? На экипажников. Отличный вариант, легко понимаемый. Да, просто тогда, если ты хочешь ставить больше танков, ты ставишь отделение не на БМП, а ставишь отделение на КАМАЗах. Да, на КАМАЗах ставишь отделение. На чём там у нас эти... Ну, то есть, ограничиваем не по технике, то есть, потому что технику ты можешь разнообразно выставить, а ограничиваем просто по количеству людей в процентном соотношении на сторону. То есть, если у тебя 50 человек, то, значит, 10 человек из них должно быть... Ну, может быть экипажниками, не больше. Но помните, что у нас есть, и раньше был нюанс, не знаю, как он сейчас именно обговорён, не уточнял, что есть гусеничная техника, которая имеет ограничения по управлению, есть колёсная, которая неограниченная, и ей может управлять любой. Только колёсная техника с увеличенной боевой мощностью стрелки ограничены. То есть... То, что выше... БТР. Да, то, что выше... 20 миллиметров выше, но стрелки там должны быть залучены. Ну, хорошо, это возможно. Да. Ну, тогда так и надо ограничивать. Так и надо ограничивать. Так и надо ограничивать. Ну, просто как бы вот 10 человек, это то... Вот любой командир, который план делает, 10 человек, он может отдать технику. Больше ему уж тяжело, потому что всё-таки пехота выигрывает бой. Танки валят, а захватывает триггер пехоты. Просто вот, если отделение просто на БТРах 80-х или 70-х, это не считаем их экипажниками. Если БТР 82, значит, там один экипажник. Если это БМП, тогда там два экипажника. Вот и всё. Ну, вот такого рода оно. Ну, если как бы там от 20 миллиметров и выше, да, тогда считаем это экипажем. Даже водник. Да. То есть мы отталкиваемся от боевой эффективности техники. С этим я согласен, а вы? То есть берём за норму 20% от стороны. То есть 20% от стороны это максимум, который может быть экипажником. То есть если у тебя 60 человек... 12. То 20% это 12 у тебя получается. Да. Если 50, то 10. Только не надо три Абрамса ставить на эти 60 человек. Да. Не, ну это как уже... Ну тут же это логика, логика как бы и... Нет, ну если это будет оправданно... Плюс минус балансировки, которую вы на тестах всегда рассматриваете. Если это будет оправданно, если это будет не просто в тупую, в поле поставили три Абрамса и рядом МДВР. Это будет оправданно, вместо против него будет 8 отделений с конкурсами, да. Ну да. То есть не обязательно ставить против трех Абрамсов 3Т 90. Можно и вертолеты добавить, можно и которые добавить. Ну то есть это уже... На 3К 52, ну. У нас нету экипажников на такую технику. На К 52 нету экипажников? На 3К 52. Да ладно. Каскад 2 экипажа выделит, если очень поднапрячься. Ну так ладно. Один, конечно, взялись на второй, будет эффективнее. Я постараюсь не сбить ПЗРК свой вертолет. Так, ну что, оговорили, то есть момент. Все согласны с тем, что 20% в максимум экипажник должен быть. И что мы считаем экипажниками, тоже всем понятно. Да, экипаж и тяжелые техники. Которые имеют боевую мощь свыше 20 миллиметров. Кстати, минометы тоже можно считать за экипажников. Да. МГС тоже. Потому что это танк на колесах. Что? МГС тоже, штанг на колесах. Да, это танк на колесах. Как они называли, это слот не экипажником, а спецслот. То есть это специально на... А слот огневые поддержки называйте? Насчет сопутанницы, что и экипажник ПТР тоже экипажник. Но, в принципе, он не специальный экипажник, грубо говоря. То есть он просто слот. Он приданное отделение, да. Четче, чтобы понятно было всем. То есть человек со специальной специальностью. Уговоря специализации. Пусть просто нет. Специализация может быть... Именно специальная гель в пакетчик. А не просто специальный слот, потому что начнут пихать типа СПН тоже. Это в эти 20 процентов. СПН в эти 20 процентов не входит. Именно только экипажники спецслот. Да, мельчики тоже. Ну, те вопросы, которые я слышал, которые мы обсуждали. Мы, в принципе, разобрали. Какие-то еще вопросы у кого-то есть? Насчет мапов. То есть, первое, хотелось бы узнать от игровых администраторов количество нужных слотов на мапике. Потому что ходят... Ну, не смог застать, сколько ходят. И второе, ну, как бы правило уменьшить проверки мапиков. Потому что проверяют их как АПГшки. АПГшки. На первое, просто отвечу, что на мапе ходит сейчас около 20 человек. Но она быстро разлетается, потому что миссия на это количество очень мало. Они просто заканчиваются, и все, и начинается повтор. Начинаете от 20-ти, 25-ти и в верхней более 50-ти. То есть, идеал, говорю, сделать миссии от 15-ти. Лучше даже можем там, ну, 20-ти это нормально. То есть, минимальная планка 20-ти слотов-40. Это вот самые ходовые миссии на данный момент. Сейчас не суть в том, что сделать, не сделать эти миссии. Сейчас суть в том, что как их тестируют. Мое мнение, что миссии сейчас до 30-50 человек вообще, то есть, должны проходить минимальные тестирования, чтобы они просто не положили в сервер. Все. Мап не должен класть сервер. Это основное требование к нему. И должна быть открытая тема, чтобы люди отписывались о наличии ошибок. Все. Их тестировать надо. Картодел вовремя мог, соответственно, да. На игровую они тестироваться не должны. Чтобы там не было ящиков никаких скрытых. Все равно, что там будет. Все равно, что там будет. На мапах это уже будет описываться в теме. Если в теме начинается бугурд, тогда главный тестер подходит к картоделу и говорит, что это такое, это нужно убрать. Найдут ящик, напишут миссию, завернут и все. А до этого зачем этот ящик искать и тратить время людей, тестеров и тех, кто создает эту миссию. Главные критерии. Ну, мапов не так много и в них не так много людей играют. Поэтому их нужно как можно больше разнообразить. А чтобы их как можно больше разнообразить, нужно убрать вот этот вот заслон по поводу бюрократии, да, и по поводу тестирования. Просто два критерия. Он не должен положить в сервере и он, ну, то есть, плюс-минус должен быть играбельным. На что это понятие входит. Третье положу убрать. Да нет такого понятия играбельность. Он должен играться не по одному сценарию. То есть, если должна быть вариативность действий. Минимальная. Чтобы картодел не просто он задумал, что вот так вот они будут идти в лоб стрелять. Чтобы была вариативность действий. Ограниченное поле боя, скорее всего. В инвайсах удаляем. Что? В половину мапов удалять пара, значит. Ну, подожди ты их удалять. Но многие тут слотов у нас, грубо говоря, такие просто перестрелочки. Да это понятно, что это перестрелочки-разминочки. Они для этого и есть, эти самые мапики-мэйсики. Какого у тебя, разведчика, закинуть шкет? Ну что, нам дойти не может? Пароль. Закрытый. Я понял. Надо бы мне сказать, мы бы распаролили или наоборот. Здорово. Ну, я не вижу проблем, как бы вот с тем, чтобы мапики игрались вот именно по такой упрощенной схеме. Не кладет сервер в отличный. Люди, как бы, смотрят. Я не понимаю. То есть, картодел, который будет прятать в кустах танк, в никому непонятном месте, чтобы потом, когда он играет, за эту сторону самостоятельно его использовать. Но это человек, который картоделом быть не должен. Мне кажется, у вас должно быть, как бы, самоуважение, как минимум. Истанавливать. Эту тему туда другое предложение еще. Возможно, стоит выделить пул картоделов, да, кто у нас постоянно картел, уже, в принципе, опытный довольный. У которых будет такая возможность, ну, вот мапы делать, грубо говоря, без такой супер проверки. Если человек вообще неопытный, первый раз взялся за мапы, то лучше, наверное, его мап проверить быстренько, как вот нынешний есть. Это может делать автоматически человек, который отвечает за целым за тестинг. Но, опять же, тебе объясняют, проверка должна быть минимальной. То есть, как бы, она именно на техническую составляющую. Работает, сервер не крашит. Все. Вперед в бой. Для мапы ничего больше не надо. Мап это в половине случаев, это именно маленькие перестрелочки на уровне. Собрались обе стороны, добазарились, что вот встречаемся здесь за гаражами и все. И разбежались воевать. Кто у нас сейчас мапы проверяет? Механик? Да. Просто мапы уже давно не было. Там единственные мапы, которые были очень серьезно, как бы сказать, проверялись. Это мапы Шкета, которые отказывался переносить их на Мамаса. Ну, так это техническая, как раз, часть. Учил его пользоваться Мамасом? Там не в этом дело. Там есть мапы, помнишь, Frontline, ой, Мейса, Frontline Assault, где есть система строительства. Мамас просто не пожирает эту систему строительства. Не нужна нам эта система строительства. Пишешь блендеру, спрашиваешь, какая система строительства есть сейчас. И как ее организовать? Потому что у нас сейчас есть даже управляемый респ. Вы им пользоваться не умеете? Умеем, просто его не используются. Я несколько раз спрашивал, почему не используется? У меня был ответ, да круто дело, просто не знают как. Или просто лень. Угу. Потому что имеется все. И техника убирается в незанятых этих самых отделениях. Есть управляемый респ. И не надо каких-то навороченных скриптов сверху писать. У нас сейчас гораздо больше проблем, но как бы если вернемся к АП, это даже с кейсами так называемыми. Когда у нас в технику насыпано непонятно какого говна, когда у нас придано вообще не то, что нужно. Это вопрос уже касается конкретно тестов. И тесты проверяются? У нас просто по поводу того, когда проводятся тесты, в какой день и каким качеством, каким количеством людей. Значит смотри, люди это единственный невосполнимый на данный момент ресурс, который у нас фактически. Нет, это другой момент. Я понимаю, что в последнее время Алекс начал проверять карты. Начали там, грубо говоря, один на один с картоотделом. Это было для картоотделов удобно и так далее. В итоге это вылилось в то, что качество понизилось. Я как бы сюда собираю. Можно не кликать, Лёх. Что-то там всё кликаешь, что ничего не слышно. Да в Dota он вроде. Собираю людей. Хотя бы по 2-3-4 человек, которые хотя бы могут какое-то разностранение мне не дать. Потому что когда меня зовут, ребята говорят, ну проверим мою миссию, я ему объясняю, что я не смогу объективно и адекватно дать вам какую-то точку зрения. Потому что это мой личный взгляд. Одноборкий. На тот последние недели так случилось. А раньше это было к другому, да? В смысле? А кикера всегда жду. Всегда кикера жду ещё кого-то. Ультимайты звали раньше. Тогда это вот так же было, Владимир. Ладно. В общем, вопрос в том, что надо поставить как раньше. Один единственный день. Это понедельник. Кому неудобно ставить один какой-то день. Потому что у всех разный график. Кто-то может, кто-то не может. Я заранее договариваюсь. Я заранее объявляю день и люди уже подстраиваются. Ты заберешь день за день до тестов или за два. Я начинаю писать в тень, за что они не могут. Слишком рано. Но если не могут, мы убираем ещё один день на неделю. И приходит по два человека на тесты. Но это не тесты. По два. Ну, хотите, мы будем делать тесты раз в две недели. В три недели. Нет. Мастушка. Сами-сами веришься, начнете. Я просто помню, как на то, что надо трёх часов ночи сидеть. Я не понимаю, в чём причина. В чём, точнее, проблема сделать один день на три тестов. Как раньше в сентябре на один день. Ну, сентябре на один день. Это не только... То есть, научить, ну, кому серьёзно. Многим удобно, как я говорю. Мы собираемся, когда уже есть список миссий, собираемся человек пять, когда уже он набрался, мы их тестим. И можем уже в полноценной какой-то команде решить, какие есть проблемы на миссии и прочее. Собираться в два человека, типа, это такое. Типа, не на сильный весен. Объявляйтесь за два дня, и, мне кажется, эта проблема совершенно совершенно сработает. Так я за два дня и пытаюсь объявлять, чтобы людям было удобно. Я вижу абсолютно обратную ситуацию. Потому что, наоборот, приходит как раз по два человека на тесты. Блин, ты пришёл один раз, и два человека пришли на тесты. Ну, конечно. Ну, как бы все миссии, которые сейчас были, они протестились. А вчера мы протестили, Элька, вчера тестили. Хорошо, отъестили, согласно. Потому что народ был много. Ну, так, ну, нельзя ж, ну, всегда ж можно согнать много народа из зума. Потому что... Время всегда рандомное. Ну, вот так мы все будем подстроиться. Если быть единым, то все будут... Ты пойми, тоже как бы не все смогут подстроить. Ну, не подстроить в этот раз, построить в следующий раз. Ну, хорошо, можно объявить, как и раньше было, там, я не знаю, понедельник тестерским днём, и переносить его за два дня, если на то есть необходимость. По иначе инициативе одного, как он человек, которому неудобно. Ну, а как мне еще выборы, что ли, собрался делать? Ну, единый день, это это единственный компромисс, просто потому что люди будут подстраивать свои планы под этот день, все. Хорошо, а если у кого-то график, он перестает быть тестом? Или как, картоделом? У него будет каждый раз в этот день? Ну, допустим, я у меня по понедельникам, блин... Нет, давайте другой день. Воскресенье может удобно, другим. По воскресеньям я работаю вечером исключительно. Так, так случилось, блин, таксисты. Или Путина вожу по воскресеньям. Начнет судьба. Начнет судьба. Начнет судьба. Если у него такая уникальная ситуация, можно, наверное, пойти навстречу и протестить его миссию. Вот об этом и говорится. Вот об этом и говорится. Так, а мы сейчас говорим про постоянные тесты. То есть, ну, всем-то не будешь такого, что каждый раз кому-то там неудобно в один момент, в другой. Есть человек, который ответственен за тесты, организация и его личные дела. Предложите. Я, как бы, поддержу и тот, и другой вариант. Я согласен за то, что один день удобнее, но если именно этому тестеру, который отвечает за них, за их организацию, удобнее по-другой, я не вижу этому препятствий. Пусть договаривается со всеми. Единый день, да, удобно, очень удобно. Согласен. Такой другой разговор. Какое внимание количество должно быть тестеров во время тестов, чтобы тестирование было объективным и всеобъемным, и легитимным, грубо говоря. Минимум три из разных категорий, наверное, из разных отрядов. Хотя бы, я думаю, три человека должны быть. Потому что, когда тестируют меньше, это уже... Я согласен. Ключая главного тестера или без главного тестера должно быть три картодела? Наверное, лучше сказать, без самого картодела. Ну, без автора миссии. Кроме автора миссии. Да, плюс три человека в том числе и главный тестер тоже считается как тестер. Получается, минимальный состав, как вы сейчас говорите, будет главный тестер, три независимых тестера и человек, принесший миссию, правильно? Нет, нет. Всего четыре человека. Автор миссии и еще три тестера. Главный тестер тоже является тестером. Он тоже тестер. Нормально. Алексей, есть еще вопросы по низкотеку? Честное слово. У меня обстояли эти три вопроса. Как ребром, как горло. Так что, в принципе, то, что... Макрека все испортил, я понял. Не, ну мы разрешили вопрос. Слушай, ну типа, недопонимание возникает все время. А что, а как, а почему так? Начинается. Споры и прочее. Так точно. В спорах раздаются истины и папоротники. Аликс, по картодельству у тебя все? Да. Если код еще есть добавить, добавляйте. Вопрос по поводу вымышленных структур. К примеру, конечно, не камень этого огорода Аликса. Но у него есть структура в Адамаде, на которой на одной миссии у них калаши, на другой миссии у них эмки. Как это? Ну так число. Спонсорство. Ну понимаешь, как уже вчера говорил кикер. Когда ты, например, играешь четыре года в арму, и как бы ты слышишь, например, у тебя то, что противник тот же самый напад, и ты примерно уже понимаешь, какие у них скины, какое вооружение и что, куда воевать. А когда ты слышишь ВТО Адамантий... Так это проблема бойца? Что он не может определить, в чем противник? Так Макрек, ВТО Адамантий... Какое у него оружие? Это новая структура, по сути. Ну отлично. И что? При том, что она разная, от миссии к миссии. Ну и что? Она вымышленная? Нет, просто просьба на будущее, чтобы простая структура... Ты хочешь создать и закрепить вымышленные структуры? Грубо говоря, я вот так и хочу. Чтобы космодесантники всегда были с Г3 или что? Я хочу наоборот, чтобы вымышленных структур вообще не было. Это никогда не будет такого, забудь. ССО как бы тоже вымышленная. Если ты сейчас будешь говорить за реальные структуры, я вам скажу сразу, у вас, у всех картоделов, ни одной реальной структуры нет вообще соответствующей. Реальной жизни. Её не воспроизвести. Не воспроизвести никакой. Не воспроизвести никакой. Ни одной реальной структуры здесь нет. Это всё равно приближение в любом случае. И от него даже отходить не надо. Это игра, компьютерная игра. Пропустри лухи. Вопрос со структурами, я считаю, должен решать главный, как бы, картодел. Если всё-таки он решает немножко... И если главное картодел делать эти структуры, то надо решать вопрос по-другому, скажем. Уже со шестой с ренистрацией. Он их делает структуры. Он их утверждает на миссии. И ещё структуры он делает. Человек утверждает. У нас сейчас больше доступ есть. Все структуры. И чем их утверждать. Не знаю, что-то придумывать. Уже не нормально всё было. Если это реальные войска какие-то отражают, значит, это... И у нас плюс-минус приведены к данным. А вымысленно используется картоделами исключительно для того, чтобы разнообразить. Сложность определения противника на звук, на цвет, на всё что угодно. Именно для того, чего ты не хотел. Я такой вопрос вначале исключался по поводу ВТО Адамантии. В том, что изначально у него были там все хемки, да, или калаши, наоборот. А потом, ну, все привыкли к этому, что ВТО Адамантии с калашами там. А потом резко взяли, поменяли и все перепутались. Почти я вам открою большую тайну. Я даже не знаю, что такое ВТО Адамантии. Почему у них калаши или что-то? Я знаю, что у меня враг. И что у него за оружие. Все. Мне даже не надо знать, какое оружие у врага. Мне надо знать, какое оружие у моих союзников. Видимо, я все-таки, наверное, не первый год играю. Я извиняюсь, но, походу, тут была предъява за то, что структура какая-то разбитая. И, ну, она не описана, почему у них то и то. А тебе нужно именно к Венту, что ли, писать? Не-не, можно сделать как у Берцай. Он говорил, одна сторона — это США, например, в 80-е годы. Примерно она измененная так-то, так-то. Вот, и поэтому получилось вот так вот. Другая вот эта ВСРФ, там что-то такое. Практически, извини, весь современный мир, начиная с 50-х годов, держится на два лагеря. Лагерь западных стран или стран НАТО, и лагерь Варшавского договора. Это деление никуда до сих пор не ушло. В принципе. И все, что вы делаете, все равно этому соответствует. А то, что страна Варшавского договора может воевать против страны Варшавского договора, никто не отменяет. Ладно, вопрос на структурах и реализме. Можно вопрос? А что по количеству слопов решили? 130. 150 — это что там в резерве? Это край. Я на форум ее выложу. А, это по правилам привязки что у нас там? Да не надо запись. В текстовом виде оформите. Да, в текстовом виде оформите. По картам у нас все? А по правилам привязки что у нас решили? А я посмотришь потом. Все сделаю. Я хочу запросу. А зачем еще раз повторять? Ну, просто у меня может быть встречный вопрос какой-то. Например? Ну, хотя бы узнать, что решили. Будет ограничено. Что именно? Количество спецслотов. Количество спецслотов, правила захвата техники и управления. Правила захвата, то есть спецназ уже не сможет запрашивать. Так что? Сможет. Давай ты все-таки послышишь тогда. Когда ты все-таки послышишь. Так что, мы идем дальше или мы сейчас объясняем разведчику? Давай разведчик послушай, ну там все уже было. Мы это разобрали. Ну да, чтобы они повторятся, тогда у меня быстрый список вопросов. Все-таки присутствуют. Как бы аминистратор главный у меня как раз по этому всему поводу. То есть, стоит вопрос о том, что WhatsApp все-таки ушел на армутрии, мы два не занимаются, но какие-то действия мы без него сделать не можем, потому что он... Никуда не ушел. С чего ты взял? Ну, потом он ушел уже года назад. Будем окровенно говорить. То есть, он не окровенно говорит. Он никуда не ушел. Ну, можно я договорю, а потом мне уже будут говорить. Шоу 0. Хорошо. То есть, на протяжении полугода он уже не участвует в миссиях, какие-то подписи на форумах и кое-как мы его можем словить по решению каких-то супер критических вопросов. Ну, это, мягко говоря, не так, как было раньше. Все-таки это влияет немножко на моральную составляющую и в целом на отряды, которые все-таки... Вопрос в том, что сменять администрирующие звенья, такие, как начиная с первого звена, дальше до управленца сторонами, которого вообще не видно. То есть, тот же самый чертик. И до ОС-ов. То есть, вплоть до ОС-ов и вплоть до главного карты дела, который проверяет миссии. Потому что на данный момент они не играют, не участвуют в процессе, кроме тебя. То есть, я вижу, что ты входишь на игры, то есть, и ты как-то все-таки какой-то влияние. Я не понял, у тебя управляющие стороны не ходят на миссии? Я повторяю вопрос о том, что управленца сторонами нет. Нет, первое звено меняться не будет. Управленцы сторонами я вот сейчас вижу. Чертик, управление сторонами еще раз уже. Управление сторонами, которые отвечают. Так давно уже ушел оттуда. Правильно, почему его не заменят? Ну, потому что сейчас нет смысла его менять. Ну, хорошо, но надо поменять ОС-ов. Надо провести более свежую ротацию, чтобы как-то освежить это все дело. Потому что некоторые отряды на протяжении года играют в месяц. Подождите, ротация производится слишком часто на данный момент. Мы не видим смысла в ротации сейчас. Ты этот вопрос обращаешь к нам? О какой ротации можно ввести речь, если мы просто приписываем отряды реально? А что ты тогда подразумеваешь под ротацией, если не сегодня? Полная смена сторон. Полная перемешка отрядов. Что такое полная смена сторон? Давайте я вас сейчас назову, какая там сторона красная, назову синие, с себя красный. Или наоборот. Это будет ротацией? Я говорю про то, что она заново перемешивается, потому что некоторые отряды сжежают по целому году. Обратитесь с этим делом письменно. Я, конечно, в WhatsApp скажу и мы подумаем об этом в том числе. Последняя ротация производилась когда? Или, как ты говоришь, приписка отрядов? Нормальная ротация уже производилась, по-моему, около полугода и даже выше. То есть даже больше. Меньше, чем полгода назад? Ну, то, что если назвать ротацией, там смена, то есть отряды перебрасывали на другую сторону. Как точно, это ротация? Ну, это не ротация. Это не ротация. Чисто во имя баланса перебросить. Значит, мы будем в дальнейшем перебрасывать всех ради баланса. Возможно, тогда, исходя из твоего обращения, сейчас мы вообще отменим ротацию. Хорошо. Смену как-то, ну, все равно надо, пока не кажется, поменять. Потому что, если, допустим, уже я знаю точно, парочку уже не хотят. Дальше выездить и хотят что-то выбрать. Но никто не хочет это не изъявлять желание. Что-то я не слышал ни от одного в ОС, чтобы он не хотел. Ну, прямо не говорят. Ты ты говоришь за ОС? Ну да, я говорю, потому что люди об этом прямо не говорят. Они хотят, чтобы все-таки кто-то другой уже брал. Чтобы ты из-за всех говорил. Но если эти вопросы нулевая, да, я высказываю мнение о принципе, которое мы вчера обсуждали. То есть, по поводу именно смены администрации, административного звена. В дальнейшем, если все-таки WhatsApp сможет передать ключи, то есть, передать ключи... Правила проекта, прежде всего, и почитай, что смена первого звена невозможна. Ну, то есть, WhatsApp будет сюда приходить, просто писать на форуме и все, да, и будет руководить Arma 3, я так понимаю. Он не руководит Arma 3, он участвует в обоих проектах одновременно? Ну, на Arma 2 его участие, мягко говоря, мало заметно. А как тебе нужно, чтобы было заметно? Это за руку должен тебя водить, хороводить с тобой, песни пить? Зачем хороводить? Примерно просто понимать проблемы наших сторон и приходить решать. В таком случае он принимает и понимает проблемы наших сторон. А, ну, тогда спорить, в общем, бесполезно. То есть, я понял. Не надо спорить, просто надо сказать, ага, я понял. А, хорошо, ага, я понял, все, вопросом нет. Все, спасибо, я все же хотел услышал. Угу. А что с Эпифаном случилось, его уже 4 месяца нету? Эпифан самоустранился, уехал в длительную командировку, достаточно тяжело и испарился. А могут командиры сторон сейчас сказать, какие у них проблемы на своих сторонах? Может, они еще желают поменяться? Ну, хорошо, я скажу конкретно, что, ну, на самом деле я согласен с ультимейтом, и у нас большая сейчас проблема, что все уселись, и уже как полгода никакой реакции ни от первого звена нету. Ватсап, мне, чтобы ватсапа ловить, мне нужно постоянно его ловить на армии 3, на армии 2 он не появляется, мои сообщения не читаются почему-то. Поэтому и был поднят этот вопрос, и мы взяли, так сказать, нейтральное лицо ультимейта для того, чтобы он поднял эти вопросы. Подожди, ты мне объясни, а зачем тебе даны какие-то там бразды правления, если ты обращаешься к нейтральному лицу? Ты считаешь, что его авторитет выше твоего, что ли? Потому что напрямую уже пытался я контактировать, но по какой-то причине меня просто игнорирует. Имейс смог сконтактировать с ватсапом. Он, по-моему, сейчас ровно так же, как и ты бы мог, вынес это все на общее обозрение. Исключительно ради хайпа. Потому что здесь я нахожусь. Вот и все. Это мог сделать точно так же и ты, и агенты. Мы, как, что будем делать с человеком, который занимается вообще ротацией страны? То есть раньше ты занимался чертик, но вдруг другой человек им занимался, чертика нет, по факту. У нас ротации как таковой, по сути, не было уже год, если честно. Это не ротация, это, ну, один отряд туда-сюда. В тот момент, когда были переброски, было предложено ротация. На данный момент вы видите наш личный состав, в том числе состав отряда. Вы видите возможность ротации в данной ситуации? Которая не будет потом названа, как сказать, отписки, местными перемещениями ради баланса. Но для этого нужен человек, который будет им заниматься. Отряд РТ раскрывает. Отряд РТ раскрывает. Отряд РТ раскрывает. Чего же? Отряд РТ хочет, по-твоему, приписаться? В общем, у них там много народа, да, я смотрю. Они хотят. Но они ходят активно, да. Ну, я так понимаю, не могут, потому что у нас сейчас 50 на 50 страна. Да, нет. Мне просто это забалансить. Да, для баланса отряд, да. Ну, я понимаю, я говорю, поэтому их надо приписать просто так к кому-то в стране, потому что будет сбаланс. Нет, ну, как бы, сейчас, если мы будем рассматривать вопрос приписки, и они обратятся с этим, да, тут же начнется, тут же будет объявлена ротация. Вот. Тут же будет объявлено. Если кто-то из отрядов вывезет желание приписаться к сторонам. Ты понял, для этого командиры сторон должны были бы обратиться к управляющим сторонам. Вот. Ну, хотя бы, да, ко мне. Поэтому вопрос такой возник, что человека такого нет, который ответственен за это. Ну, агентас не может меня найти, это басня 100%. Не, если, ребят, я щас говнику помогу, потом перейти. Да вот, там одиночка. Ну, помоги. Что пришел, что ты ушел. Просил, что его перекинули, а потом его одиночка посылал. То есть, если будет человек на замену чертика, ты согласен ему поставить? Ну, то есть, человек, который будет заниматься организацией. Мы будем смотреть об этом и, естественно, общаться с ним. Тема того, что вы называете ротацией. Я думаю, что я даже найду человека, который сделает адекватную ротацию. Мы уже два раза делали, из-за этого ничего не уходит. И третий раз, скорее всего, ничего не выйдет. Недовольные будут всегда. Здесь нет всего недовольных. Здесь есть очень большая проблема со специалистами на сторонах. И это тоже будет всегда со специалистами на сторонах. У нас сейчас, на данный момент, в большинстве отрядов есть даже с явкой проблемы с постоянностью. Внутренняя ротация внутри отряда. Люди приходят на одни игры, на другие не приходят, имеют специализации. Общие скиллы обучения личного состава отряда тоже ниже плинтуса. Если в отряде каждый человек не умеет управлять танком или стрелять из него, это минус отряда. И это проблема, да, со спецслотами. И со специализациями. Это, кстати, странно. Почему-то раньше все так, ну, на том же тушь, ночь на двое. Любой, там, даже новичок рвался на технику, вертолеты не пускали. А теперь почему-то все боятся брать лишний раз. Ну, когда нет, не хватает там людей. Боятся брать даже бэху какой-нибудь. Нет, там я не хочу. Потому что рандомщик развелось в вагон и тележечка. Да какие рандомщики, Господи. Ну, кажется, давай я не буду тебе объяснять, потому что надо начинать с 1917 года с революции и заканчивать как бы современным сообществом сайфойным. Набирайте новых людей и готовьте их шпаника, галереснотехники. Личный состав должен, да, иметь возможность заменяться. Это должна быть заинтересованность в том числе и отрядов. Они не у администрации. Какой-либо звена должна болеть голова о том, чтобы на стороне были бойцы определенной специализации. Я не должен думать о том, есть ли на стороне минометчики, если у меня будут стоять там рафы и каскад на одной стороне. Я должен знать, что в любом отряде может быть человек, который возьмет на себя это. Если надо, я его обучу, он придет и скажет. Дай по дай. Вот мы коротко перешли к следующему вопросу. Возможно и поднять онлайн за счет рекламы. Какой рекламы? Ну, какой может быть, вот как раньше делали закупку. Давай я тебе правду скажу, на арму 2 это практически невозможно. Это уже такой маймонт и мастодонт, который вымирает. Ну, как невозможно. Он... Тоже мишку даже скинулись. Хоть там... Народ пришел около 20 человек. Ну, так бы 20 человек, да. Ну... Это уже хоть... Это игроки. Скинулись. Я думаю, если администрация влияла, было бы намного лучше. Как по мне, более эффективно не покупать рекламу, а более эффективно клепать больше роликов и пытаться их засунуть туда, куда не нужно. Больше... У тебя цифра есть? Не знаю, но как по мне, больше не знаю, что игроков сюда пришло. Наверное, не от мешки, а от тех видео, которые здесь были просто. Зачем, что это клепать, если можно это просто играть на посторонних проектах, платформах, тот же Days, Origins, оттуда приводить ребят. У меня это не стало вопроса, у меня опять человек спокойно привелся с тех же этих... Уже предлагала сделать более-менее агрессивные действия в компании, что захотите. Дуды и серверов и просто давать ссылки, потому что половина дейзеров банально даже не надо об этом тректе. Когда узнают, им становится интересно и не приходят. И у меня такие есть. И дейзеры из Крыма пришедшие, которые на Крыме случайно узнали, что вообще эта сборка не Крыма, на ней кто-то другой играет в интересную вещь. Вот это единственная хорошая вещь. Почему нет? У меня с Days'а пришли реально ребята, которые реально показывают результаты даже больше, чем те, кто здесь... Сейчас Arma 2 не является тем мейнстримом, в котором сидит большинство из нас. Мы здесь посидели, мы поиграли в АПГ и разбежались кто куда. Кто в Тарков, кто в Plain & Battleground, кто в Dota и понеслась. Сюда мы приходим и к дну. Кто эти люди, которые у тебя смотрят на канале видосики по 40 минут и с радостью. У меня? У меня нет... А, ну у меня это совсем немножко. Ну, может, Сейс, значит, канал, который Каскада. Ну да, смотрят там 2000 подписчиков, они просто уже по инерции смотрят. По часу смотрели, по три часа смотрели. Вот, я удивлен, как это, кто это? Колман, когда я пришел в Arma 2, когда я в Arma 2, я смотрел четырехчасовые стримы с Тушино. Вместе со всеми брифингами, с мертвяком, с криками-орами. С удовольствием смотрел их. Только после этого я пришел на Тушино. Люди разные бывают. Люди бывают отбитые. Вот отбитые и смотрят. А что, смотреть 40-секундные ролики? Если мы сейчас заговорим за метод рекламы, то каждый способен на свое. Попробуйте все. Какие доступны, до каких дотянетесь. Тогда уж она была поднять. Мы для каких дотягиваемся, те тоже пробуем. Понимаешь, у нас там ребята занимаются чем-то. Попробуются, как-то там продвигать это дело, где возможно. Очень забывайте, что одиночки часто приходят и уходят за неимение. Какой-то помощь и поддержки вообще. Верно. Тут целую неделю, грубо говоря, если не то, не си, это порой даже нет. А когда мы объявляем, допустим, там те же самые, там, не знаю, какие-нибудь курсы молодого бойца на форуме, тоже мало кто ходит. В первых системы и, в принципе, платформа форума, да, и вот этих вот комьюнити форумных, она тоже отмерла. Сейчас все сидят в этих социальных сетях. То есть на форум никто и не ходит. Все во ВКонтакте переписываются. Я хочу просто боюсь, что, как я уже говорил, чтобы отрядники сами приглашали к себе одиночек новых. Ну, то есть создавали тему, как раньше это было. Набор отряд. То есть у вас проблемы со слотами, с людьми. Подавайте тему, кто-нибудь к вам придет, напишет заявку. Ну, когда новички приходят, они реально боятся. Даже в канал зайти порой. Сидят там, говорю, да, я вот тут ничего кто сделал в АПГ. Во время АПГ в информационном канале где-то в болталке, что ли. Сидел в АПГ. Я говорю, я зашел к нему, говорю, ты будешь играть? Он говорит, а я даже не знаю, типа, кому зайти. Мне страшно, типа, и просил даже всего ПГ в итоге так. Давайте зададим простой вопрос. Вот вам, допустим, да, товарищи, там, не знаю, командира, отцы, вообще отрядные игроки. Интересно брать в себе одиночек? Можете, как бы, делать это насильственно? Ну, не насильственно, а в добровольном порядке. Приходите, набирайте. Чтобы они не сидели в информационном канале замещенные. Да нет, а таких-то немного, как бы, которые сидят на интернет-каналах. Вопрос в том, что они даже бывают на сервак не заходят в ТС. Я имею в виду, что часто новички легче идут на контакт, когда в теме, на форуме там пишут, я хочу там в отряд к вам, да. Ну, в теме вот отряда специальный, на набор. То есть там прописываются критерии обычные. Они, вот, люди, мячки часто пишут, хочу к вам в отряд такой-то и такой-то там. Кстати, по поводу рекламы хотел составить свои пять копеек. Угу. Я считаю, что нам нужны игроки не которые играли в Arma 2 или игра, а нужны новые молодые, которые вообще не играл мне, и которым будет интересно реально в этой игре. Потому что приведешь что-то уже дейзера, он поиграет в это, и скажет, да ну нафиг, пойдет свой дейзер. В большинстве пациентов... Тогда очень просто, Алекс, ты должен разыгрывать ключи. Или раздавать их? Не, ну это не проблема, они не стоят копейки, особенно на акцию. Можно это все закупить и продать. И продать. Ты где-то можешь разыгрывать? В мишке у русского? Да не в доме, если мы закажем у него рекламу, он не снимет, когда нас уже не будет. Нет, надо искать нового человека и договориться с ним на других уже каких-то условиях работы, чтобы он сдавал вовремя и нормально делать. Потому что мишка, блядь, ужас. Что, к солиду идти? Нет, не к солиду. Не стреляй? Да и шустрель я писал, сказал, шел, вроде может. Он занят. Шустрель я нахер на хочет. В лазертаге или где он там? Понравится? Да, он не снимает. Здесь люди у нас... Да, до мормока я не достучусь. Здесь, в принципе, люди, которым интересно. Пикачу тоже говорил, что он готов там 4000 вложить в рекламу, только если нормального человека найдем. Есть люди, которые готовы вложить. Надо найти до начала человека, который будет адекватен, который сможет сделать адекватную рекламу. Хотя бы там от 100 000 подписчиков на канале, чтобы у него были просмотры и активы. Да и... Понятное дело, аудитория, которая будет смотреть то, что он выпустит на этом контенте. Нужны сервайвщики. Ну тогда, я не знаю, надо идти с Римасом разговаривать. Бля... Да, тоже не лучший вариант. У нас сейчас Кенза поднимает свой канал, то есть хорошие просмотры идут. Хоть и видосики не лучшего качества, не лучшего монтажа. Просто, ну, как бы, пожелание, чтобы в отрядах, желательно кто-то еще снимал. Потому что мы бегаем, просим снять, чтобы нас там сняли кадр, как пролетели или как повоевали. Скидывали, да, скидывали. На рекламу, да, ролики скидывали. Да, ролики скидывали. И постановочные видосики будем писать. Снижение, ролики просто сыграй ему, как бы, подкинуть. Вот, и все. Ладно, ребята, это все хорошо. Реклама, двигатель, прогресс. Все зациклились на одном. На видеорекламе. Других вариантов, как бы, нету. И мы их и так уже используем по возможности. Канерскую программу, рекламу в стиме и все на свете. Все как может, может продвигать. Я не вижу, как бы, метод централизованной рекламы. Из привлечения тех, кто не хочет. Возможно такое, что будет еще создание какого-либо проекта по какой-нибудь известной игре. Под никнеймом какой-нибудь Project. Minecraft Project? У меня в отряде об этом говорят уже в течение полугода. Minecraft хороший, сам понимаешь, за последние три года он просел очень жестко людям. Наоборот, он сейчас поднялся, знаешь как? Там последнее обновление полностью переработало. Шти ровно, да? Майнкрафтеры собрались. Блин, надо купить, ладно. Там сейчас вообще все упановлено, там можно грабить караваны. О-о-о-о. Все, переходи с майнкрафтерами. Рекламируем сервак. Тебе дать сервак? Тебе дать сервак? Тебе дать сервак. Формируем. Арма3.ru, подключаемся, донатим. Че, давайте рекламу закроем, наверное. Че еще есть? У нас проект пока что монопроект, как бы. Потому что с Армы3 тоже приходили на АрмаProject, а не на склад Gamesy. Макрек, у меня тут ультимок похвал, он уже куда-то убежал, короче, на тренировку. Он предлагает свою кандидатуру, короче, на это он. Я понимаю, что он предлагает ему отказано сразу. Отказано, окей. Конечно. А почему? Потому что молодая горячая кровь? Потому что он уже потерял доверие в верхней администрации в силу определенных действий. А можно IP, пожалуйста, сайт Майнкрафта? Я хочу посмотреть. Сайта Майнкрафта? Да, можно. Microsoft.com Нет, сайта сервера. Нет, конечно. Зайди в TeamSpeakCaskada, там поспрашивай. Урсус, найди. Он тебе расскажет. Да, это же Аурсус сидит в него. Аурсус? Я тоже в Майнкрафте сижу, что такого? Ну, кстати, Индастриал Крафт очень занимательная вещь. Блядь, Даруд хватит. Я могу даже к тебе в приват позвать. У вас... Макрэк что? Я могу тебя даже к себе в приват позвать. Класс. Спасибо. У вас грейчка стоит или нет? Что? Грэктэк стоит или нет? Грэйтэк? Нет, у нас грэйтэка нет. У нас механизмы. Жалка, жалка. Этим будет ли вообще проводиться ротация в дальнейшем? Значит, я думаю, что мы сейчас проведем... Буквально я вот сейчас отписался в телегу. Ватсапу. Проведем опрос. Отрядов не переписано. Если кто-то вас желает приписаться, задумаемся о ротации. Ну и вообще сейчас ротацию обсудим. Там только один отряд живой. Макрэк. 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 Один человек есть. Входит. Макрэк на Ассавурсис к Кире послал. Обещаю. А, ну да, потому что Кире самое большое деревне построил. Хорошо. Так вот. Очень все хорошо. Поэтому не забывайте, пожалуйста, к себе брать вверх и учить. Учить, как бы. Потому что это сложно, а то попадется еще в сирогичи. Надо будет его всю жизнь учить, форму кидать. Вообще, парни, надо всех. Это, во-первых. Во-вторых, нужно повышать личный уровень бойцов. В части знания материальной части. Чтобы потом не приходилось картоделу рисовать скрипт на выброску десанта. Потому что на десанте все разбиваются. Включая с об седьмых, тт и остальных. Котлеты об землю. Для того, что ни пилот не знает, как десантировать, ни десанта не знает, как открывать. Ребята, вон там есть одиночка горняка. Забирайте. Забирайте. Что с ним не так? Что с ним не так? Где он сидит? Нет, все нормально. Я просто ему только что игру помог установить и все. И вот прямо сейчас идет, как бы, в канал Ка там дрип сидит. Он ему вообще... Квазара не трожит. Квазара я наметал в себе. Я не вижу никакого этого. Я вижу только китайцы, которые сидят и GD. Ну, остальные в этом как его, уже в РТ. Да. Горняк уже воюет, я понял. Первая мапа. А тебе надо такие горячие, которые хотят убивать и слушать приказы командира. Да. Причем стрелять это... Я вижу. Называется... Переносите гадатые лишения минометчиков. И которые будут тебе делать механизмы в Майнкрафте. Это самое главное. Это вообще не проблема. Делать нечего. Слушай, давай я тебе буду тяготом минометчиков подключаться. Без проблем. Потому что ПЗРК хорошо, но не везде есть ПЗРК, но почти везде есть миномет. Давай махнемся. На ПЗРК есть миномет. Я не могу уступить свое как бы... Я буду сидя на ПЗРК считать тебе на миномет. Без проблем. Без проблем. Это да? Тогда можно. Можно было бы попробовать. Вообще у нас очень много новой артиллерии, которую сейчас используют уже нелогично. Какую? Я же боюсь ставить гвоздику. Гвоздики, да. Я уже пострелял с нее. Прутики. Я все уже обстрелил. У меня еще вопросы, извиняюсь, но просто время тикает мне еще. По-моему, ультимейт как-то не так сформулировал свой вопрос. Он, скорее всего, имел в виду про то, что не просто убрать людей, которые занимают в определенной должности при управлении проектом, а заменить их на инициативных людей, которые хотят этим заниматься. Например, тот же самый гикер. Он сидит, просто ковыряет нашу сборку, как не знает чего целыми днями. А когда ему что-то нужно достучаться до Blender, он его просто банально не находит. Сколько у тебя ставится гикер сообщений у него на форуме написано? 7? Я извиняюсь, Blender все прочитаны. Я тебе могу сразу сказать, Blender никто не находит, потому что Blender в Испании уже полгода. Не-не-не, Макрех, Макрех, он приехал пару месяцев уже назад, месяц назад. Он в СПБ сейчас, но он занят работой. Он в 11 может, предвыезжает с работы. Смотрите, а кем работает Blender можно узнать? Он программист, он пишет программы, неизвестно на кого, наверное на вашу власть. На нашу власть? Это была шутка. Ни хрена себе. Против вашей власть особо. Я здесь, он не пишет ВРМУ осенний. Само же таки. Давайте не будем облаком. Я знаю, когда я его вытащу, чтобы он все-таки стал заниматься Армапрожектом. Я его возьму на яхте покататься. Возьми меня. Это ж в Питере у нас? Приходи. Нет, но я приеду как в Макрех. Приезжай, только не в июле. Я в июле уеду. Уйду на месяц. В июле-август я уйду. Зальняк. Макрех, дай гайдка попасть в приват. Какой приват? Он в Майнкрафте. В Майнкрафте играете? Нет, я не на лицензии играю. А кто играет в Майнкрафт на лицензии? Кто ходит в море на лицензии, да. Так, я так понял, официальное собрание уже закончено. Ну, я так вижу, что да, основные вопросы у Алекса закончились, и ультимейка как бы началась тренировка. Может, кого-то еще есть вопросы просто? Да ты еще сдвинуть в Макреха с места не хочет. Макрех сбежать не надо, Макрех запиши и видео гайд. До скорого еще останется один. Потому что ему уже предлагали всех это сами. Мужки, короче, кто играет на дейсерверах? Давайте создадим ARL-ку одну общую. Arma Project. Напишем просто в ней основной концерт проекта, и вас все будут замечать на серверах. Потому что сейчас среднесуточный онлайн Arma 2 830 человек. Нет, поверьте. Это сумма большая в наших реалиях. Нет, это очень маленькая сумма. Найти? Иностранцев половину. Если вы сейчас посмотрите график, то он очень цикличный. Это наши игры в основном отражают. То, что у нас резко он подскакивает в пятницу, в субботу, и потом резко падает. Я записи как начало. Потом в пятницу, в субботу подскакивает до 1200, потому что у нас игры. А так дальше он до 830 стабильно. Куда? И из них 90% это иностранцы. Мы не готовы поддерживать наличие или отсутствие. А никаких проблем пускай приходит. Тут играют большую роль другого. Кто-то ненавидит Daze, не играет в Daze, потому что он ему надоел. Но ему нравится механика Arma 2, но он не знает про Arma Project. Вот чем есть прикол. Есть мушки и люди, поверьте. Arma 3, это полоски. Я только что попробовал, я обезвращаюсь сюда, ребят. Ну и он нахуй, блядь. Arma 3 какая ты пробовал? Полоски это чёртово, блядь. Солидарен. Просто ужас какой-то. А потому что он заплатил даже с насы. Бросаешь гранату. Короче, рассказывай свои прохождения. Скажи свои прохождения. Из 8 отыгрышей на Arma 3 там я 7 умер не боевой смертью, то есть меня заживала скала и выплюнула на 250 метров. А, это обычное дело, расслабься. Там и техника летает так же, как у нас раньше БМП. Расслабьтесь. 30 километров, 30 километров. 45 градусов поворот. Мы перевернули нахуй грузовик. Тоже обычное дело, физики там нету, расслабьтесь. Ну, это особенность как бы движка. Мы сделали, а на физику не хватило денег. Нет, если вы сейчас говорите про СГ, новый Squad Games, то там просто сборка просто, она в процессе разработки. Они же сами работают над сборкой. Они накидали туда чисто визуальных вещей. И кикеры работают над тамошней сборкой? Это плохо. Опа, кикер замутился. Один из тех, кто работают. От кроссик лет кикеры работают на два фронта. По-моему, это... Фадлюка какая, сейчас забаним. Там много всего накинута, и оно не надо. Нет, там просто как бы накинуты модели неполноценные. С отсутствием физики, с плохими поверхностями и так далее. Хотите прикол? Там есть Нандерболт. В котором ты стреляешь в воздухе, он останавливается. Ты тоже на два фронта? Это как в реальности. Меня прикалывает, там какая-то техника была. В ноль километров в час? Да, наверное физического можно. Рассказывай, там была какая-то моделька, техники. Ты стреляешь из них, и через твою башню снаряд проходит. Тебя выбивает с башни, и дальше летит. Нехуешь что-то. Ну это там не самое смешное. Я специально разбил, короче, стекло. Ладно, поскольку мы обсуждаем то, что к нам отношения совсем не имеет. Как спасать? Сейчас у вас начнут это самое... Всякие кикеры со шкетами склонять к переходу. Я просто не хочу, я меня поиграл, а потом болевать. За склонение буду банить на обоих проектах. А если склонять за Arma Project, не будет там? Точно так же. Точно так же. Там, если будешь за Arma Project, на обоих улетишь. И тут, если будешь за Arma Project, на обоих улетишь. А если тут за Arma Project? Тут за Arma Project на здоровье. А там за Arma Project Games. Короче, другой вопрос. А с Tushina также партнеры проекта? Ну, считаемся и называемся. По делу... По факту эта партнерская программа, она, наверное, не работает, потому что я на Tushina вообще забанен. Ну там просто бан висит у нас. Причем я забанен на Tushina, ну заблокирован, не забанен. Я не могу ни залогиниться, ни зайти. Без вас. Причины, без чего-либо. Все забанили и почистили. Ну, кто возникал, конечно же. Так я не возникал. Ну как, я возникал лично хамилом, но это было давно. Они потом долго извинялись и расширкивались. Бан тоже, конечно, сложно объяснить, потому что, как бы, Магрег Arma 2, а Tushina Arma 3. То есть, глупый бан слишком. Так я и там был Arma 2. Ну понятно, но Arma 2 те, что-то нет. Если была бы Arma 2 Tushina, то, скорее всего, просто бы и не было. Они ее закрыли, пока я в госпитале лежал в течение полугода. По-быстренькому. Я был последним живым админом Arma 2. И со мной тут запомни. Да. Поэтому это такое себе, ну. Ладно. Господа, пойду я тогда тыкать палкой. Теперь до кого дотянусь. И думать про ротацию, товарищ. Хотя, подожди-ка. Вот тут у меня оба командира сторон. Вы действительно хотите... А, ну один замилченный. Тогда агент, ты что? Хотел уйти? Я уйти? Ну, скажем так. Я брал уэссу, потому что не было других желающих. Просто есть вариант, если кто-то появится, я готов отдать. А если не появится? Потому что я тебе гарантирую, что нету никого, кто хочет тянуть лямку на этом. Если других не будет, буду дальше ничего делать. Прям и те, кто хочет этим самоутвердиться. А кикер тоже хотел уйти? Что именно? Управляющего стороны. Отдать к вэссу. Ну, я, если честно, хотел бы передать кому-либо. Потому что мне тяжело одновременно и... Возвращай. Заниматься... Ну, могу маханик передать. Прям сейчас. Пойдешь быть? Вправляем? Он не до нашей стороне, по-моему. Не надо. В смысле? Он за синих. Просто мне сейчас тяжело одновременно и заниматься и аддонами, и стороной, и как-то помогать еще на тестах. Ну, вот как раз. А мы поняли, почему. Потому что на два проекта, что ли? Только из интереса, аж. Какие обязательства вэссу? О-о-о, дорогой. Не, сначала ты мне присылаешь скан паспорта. Не, подожди, а у меня есть... Потом пароли от кредитных карт. В принципе, когда мне сказали, я... Как бы, не раздумывая, сразу скинул скан паспорта. Потому что у нас в республике все через скан паспорт идет. Доруда, есть желание? Не, я просто спросил. Пока что. Пока что. Ты должен чтить императора и помнить. Я это делал каждый день. Имперское кредо помнишь, да? А летание и чистки ствола? Понятно. А, можно еще вопрос? Пожалуйста, Макрег. Не, ну, Макрег просто из... Правду скажу. Я в Вархаммере вообще не разбираюсь. Я единственный, кто в отряде возможно это делает. Какой вопрос был? У меня вопрос? Да. По поводу исторических реконструационных миссий. Они вообще интересны? Нет. Нет. Какой период? У них был нормальный дюйдер. Я имею в виду в общем все. Их нужно балансить. Ну, это понятно. Надо реконструкция в меру, а не... Как ты тут нахуяли? И вообще запретил картотелок. Мне кажется, руки отрубать, если делают миссию, где обороне нельзя выходить за два километра от триггера. Это вообще... Слушай, успокойся. Бамут хорошее. Бамут говно полное. Бой на двенадцатый заставить. Помни, еще раз. Мы только что в самом начале говорили о том, что если как бы мы ограничиваем количество 130-ю человеками, то два километра пешкодралить это уже далеко. Да, конечно. Там миссия на 180. Да? Зачем нам миссии на 180? Да. Она раньше. Она раньше. 180 человек и обороне нельзя на два километра от триггера отходить. Да, помню такие мясные миссии. Очень веселые были в свое время. Веселые, но тактики ноль. Слушно. А, нет. Одну из... Дагмат, помню. Одну из... В Кредо. Но это просто я услышал нечаянно. А миссии без играться нравятся? Нет. Нет. Это же на голос. Нормально. Если миссия будет с копами, как в первой мировой войне, то можно. А если тебе нравится, когда во время миссии все игроки матерят карта делать, как автора этой миссии, то нормально. Они понимают, что они матерят не потому, что... Они потому, что не умеют вообще побуждать играть. Они матерят. Да. Спасибо, что все пришли. Спасибо, что пообщались. Я всех услышал, пойду думать за ротацией. Что подслышали? Пока. Давай. Пока. Пока.